всем добрый день канал gt класс с вами андрей щетников на днях мы выкладывали ролик течет лишь через конденсатор электрический ток и там алексей в конце задавал вопрос почему когда мы последовательно с конденсатором ставим один светодиод этот светодиод не горит а когда мы ставим два светодиода вот так соединенные встречного параллельно эти светодиоды горят ну было дано очень много правильных ответов но все-таки чтобы пожитожить я тоже повторю может быть то что уже сказано ну начнем мы вообще с одного светодиода с ним все понятно потому что в течение полупериода ток подается переменной на какой-то частоте в течение полупериода светодиод а он является диодом прежде всего он открыт ток через него течет течение другого полупериода он закрыт напряжение поменяла знак ток не течет ну и кто-то быть может не столь следующий как наши подписчики может сказать ну понятно почему здесь ток не течет потому что конденсатор это разрыв в цепи теперь ток не должен течь но конечно это рассуждение будет неправильным потому что вот здесь тоже стоит конденсатор и в этом смысле тоже имеется разрыв цепи но ток по этой цепи течет потому что в течение полупериода когда напряжение здесь положительно ток течет в эту сторону а когда напряжение отрицательно по отношению к земле ток течет противоположную сторону конденсатор заряжается и как это лучше сказать конденсатор перезаряжается за каждую половину периода вот а что у нас происходит в этой ситуации теперь про нее и надо спросить ну а здесь мы скажем подали сюда отрицательное напряжение диод открыт и но вообще-то у нас заряды конечно в ту сторону движется электроны но проток то лучше говорить что он сюда течет значит ток протек через диод соответственно обкладка это обкладка конденсатора зарядилась отрицательно а это положительно она уже заряжена а теперь мы в обратную сторону сменили знак напряжения а перезарядить конденсатор мы не можем ну и дальше конденсатор остается постоянно заряженным ну таким образом на самом деле диод вспыхивает в начале но эту вспышку мы тоже видели и многие про нее написали а потом уже дальше ток уже не течет по такой цепи но вообще еще там было еще одно замечание важное что вообще говоря вот в эту первую цепочку надо бы резистор вставлять для ограничения тока чтобы светодиод не сгорел а почему мы не вставляем вот в эту цепочку такой же резистор здесь ну потому что сам конденсатор является ограничителем можно можно говорить про это что у него имеется им косное сопротивление а что такое то им косное сопротивление если совсем на пальцах говорит ну у нас конденсатор имеет довольно маленькую емкость соответственно при данной амплитуде напряжения и заряд на нем относительно небольшой а частота достаточно высокая но они лучше так сказать частота наоборот недостаточно высокая и в этом смысле ток ограничен вот у нас есть заряда только-то заряд протекающий за единицу времени это единица времени недостаточно маленькая поэтому ток тоже ограничен ну и мы подбирали параметры так чтобы ограничение тока были таковы чтобы вот эквивалентное им косное сопротивление конденсатора не перегружала светодиоды здесь ну собственно говоря все спасибо всем кто пишет комментарии и до новых встреч